Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Время второго пришествия Иисуса Христа начнется с восхищения всех, кто пребывал и пребывает в Нем. Сам Господь сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут в нетленных телах, а живые во Христе преобразятся в бессмертные тела и вместе одновременно будут восхищены, чтобы встретиться с Иисусом Христом на воздухе. Эта встреча состоится на небе для тех, кто возлюбил явление Его, кто готов, кто бодрствует и ожидает с терпением и верой своего Господа, Спасителя и Жениха. И с этого момента, с восхищения, начнется период Его второго пришествия. Все, в ком живет Дух Божий, Дух Христов, будут оживлены и восхищены силой Бога Вседержителя, который Он действует и покоряет Себе все. Голос Иисуса Христа, как бы звук трубы, призовет всех, кто принадлежит Ему, взойди сюда, и тотчас мы будем в Духе. Трубный звук символизирует голос Божий. Вот в каких местах Писания сказано о трубном звуке. В исходе 19 главе, когда народ Израиля вышел из Египта и пришел к горе Синай. Исход 19.16. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук, весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Исход 19.19. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Трубный звук – это голос Божий. Исход 20.18. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. Число 23.21. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Псалом 88.16. Блажен народ, знающий трубный звук. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. Все, кто ходит во свете Его, все, кто не во тьме, все, кто знает голос Его, услышат этот трубный звук, этот призыв. Овцы Его слушаются голоса Его, потому что знают голос Его. Откровение 1.10. Я был в духе, в день воскресный, или в день Господень, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. Такой голос услышал Иоанн, когда на острове Патмос к нему явился Мессия, Иисус, во всей своей силе и божественной славе. Во всех этих местах Писания сказано о звуке трубном, или о звуке трубы, которой есть голос Божий. Что может символизировать звук трубы? Божие присутствие или сошествие, призыв к сбору своего народа, призыв к битве или окончании битвы. Трубный звук может символизировать победу. Также трубный звук звучит к началу судного дня и гнева Божиего. Трубный звук оживит мертвых во Христе. В Библии труба часто используется как символ хвалы и поклонения, как символ победы и избавления. Все это мы видим в 4 и 5 главе книги Откровения, где в 4 главе Иоанн слышит громкий голос Иисуса Христа, как бы звук трубы, который призовет каждого победителя «взойди сюда». В 4 и 5 главе показаны все восхищенные победители в образе 24 старейшин. Все, кто побеждал с Иисусом Христом, будут обличены в белые одежды и посажены на престолах. Этот голос Иисуса Христа, как бы звук трубы, прозвучит при восхищении и окончит время церкви и время благодати на земле. Провозгласит он наступлении судного дня и гнева Божьего, дней мщения Бога нашего. Все это очень важные символы для нас, показанные в книге Откровения. И сегодня хотелось бы поговорить о днях Омера, которые идут от Песоха и до Шевуота. От Песоха до Шевуота идет сбор урожая ячменя. Что это за дни Омера и какое они имеют символическое значение? Омер – это первый сноб ячменя, который приносил священник в храме. Если Церковь Иисуса Христа, Его Экклесия символизируют ячмень и первые плоды для Царства Божьего, то может ли ее восхищение произойти в дни Омера, которые идут сегодня? Посмотрим на еврейский календарь. Это месяц апрель 2024 года, когда по еврейскому календарю был Песох. Вот внизу мы видим 22 апреля, это 14-е Несана, день приготовления, канун Песоха, когда и был распят Иисус. Затем 15-е Несана, сам праздник Песох, 23 апреля, обведен красным. И с 24 апреля начинается отчет дней Омера. 24 апреля, это 16-е Несана, день, когда священник в храме приносил первый сноб, или Омер и ячменя. Как сказано в Левит 23, принесите первый сноб жатвы вашей к священнику, он вознесет этот сноб пред Господом. На другой день праздника вознесет его священник. 15-го Несана праздник Песох, 16-го Несана, это на другой день праздника, возносился Омер и ячменя. Дальше говорится об отчете дней Омера. Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноб потрясания, 7 полных недель, до первого дня после седьмой недели. Отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Если 16-го Несана приносился первый сноб потрясания, этот Омер и ячменя, то с этого дня начинался отчет 49 дней Омера, до 50-го дня, 7 полных недель. Вот обведен красным первый день Омера, потом второй день Омера, третий и так далее, до 50-го дня. Эти дни от Песоха и до Шавуота считаются днями очищения и приближения к Богу. Шавуот привязан к Песоху именно этими днями отчета Омера, и Шавуот считается как бы последним днем Песоха. Евреи вышли из Египта и на протяжении этих дней шли к горе Синай, и каждый из этих 50 дней очищал их и приближал их к встрече со Всевышним. Каждый из этих 50 дней имеет какое-то особое символическое значение. И мы посмотрим только на некоторые, особо важные дни. В апреле, как видно, прошло с 1 по 7 день Омера. Дальше открою май. Сегодня 20 мая и 27 день Омера. Послезавтра 22 мая, 29 день Омера. И это 14 ияра. И 2 пасха. Праздник, который называется Песох Шани. Во времена храма, когда кто-то по каким-то уважительным причинам не мог прийти в Иерусалим, в храм на праздник Песох, мог прийти через месяц. Именно этот день называется Песох Шани, 2 пасха, и это не считалось нарушением закона. В этом году Песох Шани, или 2 пасха, 22 мая. Дальше, 26 мая, 33 день Омера, который называется Лак Ба Омер. И считается неким переломным или переходным днем. Днем некого перехода от материально-физического к духовному состоянию. Как считается у евреев, Лак Ба Омер, это совершенно особенный день, резко отличающийся от прочих дней периода счета Омера. Лак, то есть буквы Ламет и Гемель, это обозначение цифры 33. Лак Ба Омер, это 33 день Омера, 18 ияра. Май 2024 окончится 38 днем отчета Омера. Дальше июнь. 2 июня, 40 день Омера. 3 июня, 41 день Омера. Это 26 ияра. И как видно, написано день спасения и освобождения. Это интересное совпадение. Во-первых, традиционно считается, что Иисус вознесся именно в 41 день Омера, после того, как воскресший в течение 40 дней являлся своим ученикам. И во-вторых, в 1945 году именно 26 ияра выпало на 9 мая. Поэтому день 26 ияра считается в Израиле днем спасения и освобождения израильского народа от целенаправленного истребления и уничтожения гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Поэтому 41 день Омера также очень важен и интересен. В 30-м году 41 день Омера, день, когда, вероятно, Иисус вознесся на небо, был 15 мая по Григорианскому календарю. В этом 2024 году 41 день Омера наступит 3 июня. Ну и в этом 2024 году по еврейскому календарю, как видно, Шавуот наступает 12 июня. Это 50-й день Омера или Пятидесятница. День, который традиционно считается моментом, когда ученики Иисуса Христа были крещены Духом Святым. И этот момент традиционно считается днем рождения Церкви. Об этом времени и об этом событии написано во второй главе Деяний. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Я напомню, что есть мнение и версия, о которой мы говорили, что Иисус вознесся в сам праздник Шивот. И только через 50 дней от этого произошло крещение Духом Святым. Потому что сказано, что это было время молодого вина. И люди, жившие в Иерусалиме, говорили, они напились сладкого, то есть молодого вина. А время молодого вина наступает только в конце июля, в начале августа, когда начинает созревать виноград. Но традиционно считается, что Пятидесятница и Шивот, это один и тот же праздник, наступающий на 50-й день после Песоха. То есть это 50-й день отчета Амера. Поэтому весь этот период, идущий от Песоха и до Шивота, является очень важным временем для нашего бодрствования, наблюдения и нашей полной духовной готовности. Это дни очищения и приближения к Господу, особое время духовного единения с Ним. Хотя, конечно, мы всегда живем и пребываем в Нем. Также этот период от Песоха и до Шивота является временем сбора урожая и чменя. И если невеста Иисуса Христа символизирует именно ячмень, то в это время и может произойти восхищение всех, кто живет во Христе, всех, кто бодрствует и кто готов, всех, кто духовно един с Иисусом Христом и между собой. А с Шивота начинается уже сбор урожая пшеницы, которая созревает позднее и которой требуется более жесткая обработка. Что важно из мировых новостей, так это то, что вчера, 19 мая, вертолет президента Ирана потерпел крушение. И сегодня уже объявлено как факт, что он погиб в этой авиакатастрофе. От 8 апреля, когда было полное солнечное затмение, до 19 мая прошло ровно 40 дней. И произошло это, наверное, очень важное событие для Израиля. Потому что президент Ирана был главным вдохновителем атак на Израиль. И ярым врагом Израиля, стремящимся его уничтожить и стереть с лица земли. Конечно, вряд ли это как-то изменит политику Ирана по отношению к Израилю, но точно внесет определенную смуту как для самого Ирана, так и для его союзников. Также я считаю важным моментом посещение президентом России и Китая после его инаугурации на царство в мае этого года. Если помните, то в феврале 2022 года он тоже посетил Китай, после чего началось полномасштабное вторжение. Что произойдет после этого посещения и произойдет ли что-то важное в контексте последнего времени, мы можем только гадать. Так что эти дни мая и начало июня также очень важны для нашего особого бодрствования и особой готовности к внезапному пришествию Господа и к восхищению. Да, мы не знаем точного дня и часа, а потому готовы на всякое время, потому что внезапно придет жених и готовы войдут с ним на брачный пир и двери затворятся. Многие и многие события показывают, что мир стоит на грани глобальной войны. Израиль находится в очень сложной ситуации на севере, где не прекращаются атаки Хизбаллы и из Ливана. А президент Америки при всем этом категорически запрещает Израилю атаковать Ливан, угрожая оставить его без военной помощи и поддержки. Поэтому мы не перестаем бодрствовать и ожидать нашего драгоценного Иисуса Христа, нашего Господа и Царя на всякое время. Смотрим только в небо, только на грядущего Иисуса. И тот, кто ждет с терпением, любовью и непоколебимой верой, обязательно дождется. И когда-то совсем скоро этот день обязательно наступит. Мы молимся о том, чтобы Господь наш пришел и совершился весь план Его спасения и искупления всего творения. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, искупившему нас и омывшему нас от всех грехов своей крови. И вся слава Духу Святому, пребывающему в нас. Гряди наш Господь, Маранафа, будьте благословенны, мои братья и сестры, не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи.